Как мусульманин, ты никогда не ощущал себя чужим, как будто незнакомец в чужой стране. Как тебе удалось ассимилироваться? Или же тебе так и не удалось, и ты остался верен своим традициями и ценностям? Как раз над этими вопросами ломали голову те самые австралийцы, прибывшие в Австралию в середине 19 века. Только постойте, но они не похожи на белых или же европейцев. Тогда какие же они австралийцы? Вообще-то они были мусульманами. И сыграли ключевую роль в становлении и развитии Австралии. Их называли погонщиками верблюдов. Или верблюдоводы. Так кто же эти верблюдоводы? И как они сюда попали? И где они сейчас? Итак, давайте разберемся. Перед тем, как мы выясним, кто такие верблюдоводы Австралии, давайте сначала поговорим о самой Австралии и как она появилась. В 19 веке Британская империя пополнила коллекцию своих колоний, добавив целый континент. Австралию. Тогда Британская империя решила создать исправительную колонию, куда бы ссылались все особо опасные преступники для отбывания наказания в суровых условиях на дальних рубежах. Однако, в отличие от коренных жителей Австралии, новые переселенцы из Европы были не готовы к тяжелым и суровым условиям. Для построения новой экономики в столь жестокой среде, европейцы нуждались в неограниченной рабочей силе, а учитывая географическую удаленность Австралии от Европы, у них не было возможности нанимать европейских рабочих. Поскольку Австралия была ближе к Азии, будучи частью Тихоокеанского региона, они начали завозить дешевую рабочую силу из Азии. К 19 веку британцы поглотили практически всю территорию Индии и Афганистана в свою огромную колониальную империю. Поэтому ранние поселенцы решили, что было бы неплохо переселить афганцев вместе с их верблюдами в Австралию, особенно с учетом того, что лошади не справлялись. Тут следует отметить, что не все так называемые «афганцы», прибывшие в Австралию, были афганцами. Известно, что верблюды приобретались в Британской Индии, а верблюдоводами были в основном кочевники, скотоводы и торговцы, переселившиеся из Индии. Поэтому некоторые из верблюдоводов были индийцами, но европейские переселенцы прозвали их всех «афганцами». Первые мусульманские верблюдоводы прибыли в Австралию 9 июня 1860 года в порт Мельбурн для участия в экспедиции Бёрка и Уилса. Их привезли потому, что, согласно викторианскому экспедиционному совету, без погонщиков и опытных наездников от одних верблюдов не было бы никакой пользы. Это была первая наземная экспедиция на территории Австралии с использованием верблюдов, ставшая в итоге полным провалом, унесшая жизнь многих людей. Практически все животные погибли, все, кроме верблюдов. Только верблюды смогли вынести суровый климат безводной Австралии и доставить критически важные запасы для поселений в удаленных районах. После этой экспедиции, к концу 1860-1870 годов, небольшие партии верблюдов регулярно доставлялись в Австралию. Они давали шерсть и другую продукцию для обеспечения поселений в глухих районах. Набравшись опыта, поставив экономику новой страны на путь развития, разобравшись в нуждах европейского населения, мусульманские верблюдоводы открыли новые возможности и развернули активную жизнедеятельность в Австралии. Они стали сами завозить верблюдов и развивать торговлю. К 1890 году мусульманские купцы и перекупщики доминировали в торговле верблюдами. Мусульманские поселения стали образовываться на всех отправных пунктах дорог, ведущих во внутренние регионы страны. А уже позже в удаленных поселениях, как и посреди главных австралийских городов, стали строиться мечети. Афганские поселенцы были покорными мусульманами. Именно поэтому они тут же соорудили себе небольшие навесы, которые и стали первыми мечетями Австралии. Их называли «шалашными мечетями», и они стали появляться по всей Австралии. Ислам всегда служил нравственной и правовой основой афганских мусульман-погонщиков. Строгое соблюдение имя Ислама заметно выделяло их на фоне преобладающего большинства европейских поселенцев-христиан. Европейские общины всегда ощущали яркое отличие верблюдоводов во время экспедиций благодаря их религиозным обрядам. Мусульмане совершали пятикратную молитву, которая, как казалось европейцам, только затягивала проведение всей экспедиции. Они употребляли в пищу исключительно халяльную еду, мясо зарезанных надлежащим образом животных, что европейцам тоже казалось непрактичным и вызывало массу проблем. В дневнике одного европейского путешественника по имени Эрнст Гайлс приводится, что погонщик по имени Мухаммад Салих подбегал к застреленным на охоте Эму и произносил над ними строки из Корана перед тем, как перерезать им горло. Он также приводит, что европейские колонизаторы часто насмехались над Салихом и его религией. Однако, несмотря на постоянные насмешки, погонщики строго соблюдали ежедневные молитвы, пост и все запреты. Если погонщикам и удалось прижиться по всей Австралии, то куда же они все подевались? В 1901 году, из-за иммиграционной политики, ограничивавшей приток цветных мигрантов, въезд погонщикам в Австралию был усложнен, а к 1920 году в труднодоступных регионах стал появляться автотранспорт, который заменил верблюдов. Успешно заложив основу эффективной транспортной сети и коммуникации в необжитой Австралии, афганцы по соизволению Аллаха сами приговорили себя к исчезновению. К этому времени многие погонщики верблюдов уже стали богатыми старцами и хотели вернуться домой, чтобы прожить остаток времени на родине. Одни занялись новыми направлениями торговли, а другие основали благотворительные организации на базе построенных ими мечетей, а верблюдов отпустили вольно бродить по пустынным землям Австралии. Многие потомки погонщиков давно забыли свои исконные традиции вместе со своим афганским происхождением и растворились в австралийском обществе. Таким образом, верблюдоводы-мусульмане, приехавшие в Австралию в поисках работы и возможностей, в итоге положили начало для переселения новых поколений мусульман и немусульман и построения ими новой жизни. Многим поначалу их образ казался диковинным, но сегодня они вполне заслуженно считаются первооткрывателями. Пусть Аллах вознаградит их за стойкость, проявленную ими в вере, несмотря на все трудности. Аминь. Если вам понравилось это видео и другой контент на нашем канале, пожалуйста, ознакомьтесь с описанием под видео, и вы узнаете, как можно помочь нам.